Семья Барбашовых на фестиваль набережных «Волга-фест» приходит каждый год. Рассказывают, во время фестиваля бывают на набережной ежедневно. Больше всего нравится участвовать в мастер-классах, а также слушать лекции и, конечно, фотографироваться на фоне необычных конструкций возле «Волги». В этом году решили понаблюдать за процессом подготовки к фестивалю. Специально пришли, знали, что «Волга-фест» начинается, хотели посмотреть. Всегда приходили, когда он уже шел. Столько разных мероприятий, очень интересные, разнообразные. Стараемся каждый день хоть на что-нибудь попасть. Фестиваль «Волга-фест» откроется под красноармейским спуском 30 августа. Его тема в этом году – другие берега, истории древней Волги, дух странствий. Для декораций в этом году используют в том числе и бревна, из которых был сделан супрематический куб, который стоял возле здания фабрики кухни. Часть экспозиции разместится на острове Параран. Туда также переправляют разноцветные бревна. Город преображается и связывается суть города. Эта водная стихия проникает чуть дальше. И ветер, и вода. Интересно посмотреть, что делают из куба Полисского. И так много в нем деталей, что можно, кажется, еще не куб построить, а несколько больших объектов. В этом году на фестивале все желающие смогут записаться на авторские экскурсии и попасть в гости к интересным жителям Самары, послушать два аудиоспектакля, рассказанных от лица речного трамвайчика, а также найти временные арт-объекты, созданные в рамках коллаборации «Третьяковки» в Самаре и Московского музея современного искусства. Я вчера сюда приехала и думаю, почему же меня тут не будет 30-го числа. Я уже уеду в четверг. Я не знала. Если бы я знала, возможно, я бы запланировала поездку так, чтобы остаться на этот фестиваль. Сегодня под красноармейским спуском в рамках фестиваля начали работать маркеты еды, одежды и сувениров. Виктория Шарая, Константин Головин. События.